День Дарования Торы День Дарования Торы Вот эти 10 заповедей Там читаются Которые сегодня Празднует еврейский народ И вообще-то это 10 заповедей Которые являются Основанием христианской Вы знаете Почему это так важно Потому что Если вы возьмете Все, что создана Вся цивилизация сегодня, вся практически цивилизация, она была создана людьми, которые были воспитаны на этих десяти заповедях. Возьмите все изобретения последних 200, даже 300 лет. В основном это все сделано людьми, которые читали Библию, были на ней воспитаны. И вот вы знаете, что интересно, почему я сегодня говорю об этом потрясающем документе, и это, в общем-то, религиозный праздник для, будем так говорить, для евреев. Те евреи, которые очень, так сказать, ортодоксальны, они сегодня не работают, телефон не берут, и, так сказать, полностью читают дети, в синагоги идут и читают эти 10 заповедей, читают комментарии к ним. Так вот, я хочу сказать, что я как раз сегодня хочу обратить ваше внимание на другой документ. Документ, совершенно противоположный 10 заповедям, это коммунистический манифест Карла Маркса. Потому что, если тот документ, вот эти 10 заповедей, на нем была построена цивилизация, то документ, опубликованный в 1848 году, двумя молодыми людьми, которые хотели лучшего для человечества, скажем так, но этот документ, насколько тот документ был строитель, насколько этот документ создавал цивилизацию, этот документ чудовищный, совершенно деструктивный документ, абсолютно деструктивный текст, который превратился практически в Библию огромного количества, сотен миллионов людей за эти годы, за эти десятилетия, за эти столетия, и разрушил, и уничтожил не десятки, а сотни миллионов людей. И вот этот документ я как раз сегодня хотела с вами обсудить как раз в день шивота, в день того, что Господь дал 10 заповедей человечеству. Потому что эти два документа, вы знаете, как не смешно, и в том, и в другом 10 пунктов, 10 заповедей. Тот 10 заповедей, и этот 10 заповедей. Вы знаете, я даже пересчитала сейчас этот манифест Маркса коммунистический еще раз с огромным интересом, потому что, по-моему, последний раз я его читала, когда я еще училась в университете. У меня же марсистский диплом, как вы помните. Так вот, преподаватель марсистской ленинской философии, но тогда я больше была увлечена в свои там 18-20 лет там романами, замужествами и прочим, и как-то сдавала все это, чтобы скорее забыть. Но сейчас этот документ меня потряс с тем, что он прекрасно написан. Вы знаете, и я вот даже более того хочу вам сказать, я с ужасом поняла, что если бы я не прожила полжизни в Советском Союзе, и не наблюдала не только сама по себе, но уже через глаза своих родителей и старших друзей, которые прожили при социализме, так называемом, своей жизни, и с ужасом вообще пришли к выводу, что это все кошмар, я и сама не видела всего этого, то я бы, может быть, тоже соблазнилась бы этим документом. Он прекрасно написан. Понимаете, он действительно очень соблазнителен, он невероятно соблазнителен. Вы понимаете, он, так сказать, обещает все и самое главное освобождает от всякой ответственности. В то время, как 10 заповедей ничего не обещают, они говорят только нет и ничего хорошего вам только, так сказать, наказание. Вот давайте вернемся сейчас вот к этим двум страницам. Вот передо мной две страницы, я их распечатала. Так сказать, 10 заповедей и передо мной страница манифеста Маркса. 10 пунктов здесь, 10 пунктов там. И вот давайте посмотрим, что нам, что от нас требует Всевышний. Ну, первые две заповеди, которые он сам произносит, это то, что ты не делай себе кумира, я единственный Господь, и у тебя не должно быть других, так сказать, богов, и не делай себе кумира, не служи им, и я буду наказывать до 3-4 поколения ненавидящих меня. Ненавидящих меня буду наказывать до 3-4 поколения. Причем, это уже первые, так сказать, две заповеди, это уже обещание наказания. Окей? Не произноси Господа имя в суе, помни день субботний, срабат соблюдай, и вот дальше почитай отца и мать твою, чтобы продлились дни твои, потом не убивай вот эти основные законы, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего, и не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего не желай. То есть, сплошное нет. Это не делай, того не делай, за это наказание. Вот. И вот тут, понимаете, у нас появляется совершенно другой документ, и другой взгляд на реальность, абсолютно другой взгляд на реальность, и это у нас появляется коммунистический манифест. Во-первых, начнем с того, что это оболишен в собственности. То есть, все практически, это вот первый пункт, экспроприация земельной собственности, и обращение земельной ренты на покрытие государственных расходов. Дальше. Высокий прогрессивный налог, отмена права наследования, то есть, уже, так сказать, у вас отбирают собственность, и у вас, у ваших детей отбирают то, что вы заработали. Вы не можете им это передать. Дальше. Четвертый пункт. Конфискация имущества всех иммигрантов и мятежников. То есть, опять конфискация имущества. Практически все пункты, по которым мы пойдем, это конфискация и отбор того, что есть, и того, что создано у тех, кто создавал. Дальше идет. Централизация кредита в руках государства. То есть, это опять же все банки в государство. Отбираются все банки у банкиров, там у шерхолдеров, у тех, кто со владельцев. Все отдается государству. Централизация всего транспорта в руках государства. Увеличение числа государственных фабрик. Одинаковая обязательность труда для всех. Вот это очень интересный момент. То есть, обязательно людей могут обязать трудиться, хотят они этого или нет, на кого вопрос. Понимаете? То есть, это уже порабощение формы. То есть, у вас отбирает вашу свободу трудиться или не трудиться. Независимо от того, так сказать, нравится вам это или нет. Учреждение промышленных армий. То есть, это практически вас могут забрать в промышленную армию, так сказать, нравится вам это или нет. То есть, это опять же порабощение. Понимаете? Потом соединение земледелия с промышленностью, ну и тоже такие, так сказать, и содействует постепенному устранению различий между городом и деревней. Ну, это, так сказать, то, о чем постоянно говорили в прессоциализме. И вот общественное бесплатное воспитание всех детей. И что тут есть момент один интересный, в котором я бы согласилась с устранением фабричного труда детей в современной его форме. Вы знаете, в те времена, когда Марк писал этот коммунистический манифест, действительно, детский труд был очень распространен, потому что у семей просто иногда не было возможности чисто физически выжить, покупать продукты, платить за какое-то жилье, если дети не участвовали в этом процессе. Но, что интересно, сегодняшняя, опять же, экскурсия в новую реальность, сегодняшние власти в США, так сказать, довели до того, что они запрещают даже в деревнях, на фермах людям ставить своих детей рядом с собой работать, пока им не исполнилось 18 лет, что же полный собачий бред, потому что по большому счету деревня всегда существовала над совместным труде семьи, и в сельском хозяйстве дети спокойно могут работать, начиная с 13 и 14 лет, в частности, мои собственные дети разносили газеты, когда им было 12, и я сама заставила это делать, не потому что я с голоду умирала, а потому что я хотела их научить работать, сама начала работать 14 лет, значит, и вот мы сейчас идем по вот этому документу, по совершенно жуткому документу, потому что этот документ привел к уничтожению миллионов и миллионов людей, ведь в любом обществе, даже самым небогатым, где-то треть населения имела какую-то собственность, и вот это абсолютное религиозное, фанатичное право отбирать собственность как объект эксплуатации, условно говоря, крестьянин, у которого было две коровы, в Китае так оно и было, и в России то же самое, он уже считался эксплуататором, его там можно было раскулачить, а раскулачивание это и есть, продолжение этого документа, это отмен частной собственности, у него все отбирали, пускали его голым умирать с голоду, ведь где-то около восьми миллионов человек подверглся раскулачиванию на территории бывшего Советского Союза, то есть у них просто отбирали дома, отбирали тот участок земли, который они заработали, на который отбирали скот и просто изгоняли их голым, воссами, по дороге половина умирала, кто-то добрался до Сибири, там кто-то выжил, то есть это было совершенно страшное продолжение этого документа, отбор abolition of abolition of property, отмена семьи, отмена частной собственности. Ну, тут Маркс также пишет о том, что миссия пролетариата не только отмена частной собственности, но и отмена права на собственность, то есть люди практически теряли, а ведь понимаете в чем все дело, это мало сегодня кто понимает, но право на собственность это преграда между следующим отъемом, это право на жизнь. И вот понимаете, как только у человека право на собственность разрушено, следующее разрушение это уже право на жизнь. Те, кто жили в социалистических странах, типа Россия, Китая, Вьетнам, Куба и так далее, они очень хорошо это поняли на своей шкуре. Понимаете, так вот на сегодняшний день мы держим в руках документ, который был абсолютная антитеза тому документу, который 3333 года назад был дан еврейскому народу, это 10 заповедей, где совершенно четко сказано не вжилай дома ближнего своего, ничего, что у ближнего твоего не желай. Все, что написал Маркс вот в этом документе, это зависть и желание отобрать. И это то, на чем были построены все социалистические религии и то, что сегодня происходит в Америке, потому что сегодня, как это не смешно, мало кто это понимает, но все, что происходит сегодня, это уже на протяжении почти 60 лет воспитание населения с марксистской точки зрения, через призву марксизма. Я уже говорила о том, что я была потрясена, когда я пошла учиться, что преподаватели университетов просто пропагандируют марксизм, а это было в 2002-2007 году, то с тех, кто сегодня у власти в таких компаниях, как Facebook, Google и все остальные, и профессора сегодняшнего университета 40-летней. Это все были бы бывшие соученики, которым при мне промывали мозги в плане марксистского учения, которое все сосредоточено в этих десяти марксистских заповедях. Но самая еще одна из них довольно интересная, это отмена семьи и обобществление женщин, о которых мы сегодня тоже должны поговорить, потому что это оболишенном в проперте. Те из вас, кто помнит историю России, помнят, что в 1918 году очень многие были вынуждены жить в коммунах, где считалось, что вплоть до того, что даже расписание было, кто где-то с кем спит, женщины до 30 лет обязаны себя отдавать со вторника по пятницу каким-то мужчинам, которые о них знать не знают. И в общем, понимаете, вот эта фраза обобществлении женщин, которые находятся в коммунистическом манифесте, понимаете, сегодня как-то совершенно не про нее не вспоминают. Хотя на самом деле то, что идет сегодня и пропагандирует Голливуд, это тоже оболишенном отмена семьи и обобществлении женщин, реально. Потому что, понимаете, это практически вот если основная заповедь, скажем, одна из основных заповедей не прелюбодейству и шел нот коммит адалтери, то Маркс прямо противоположную дает нам заповедь об обществлении женщин, спи с кем хочешь, потому что все равно буржуазный брак несовершенен. и он это очень хорошо знал, потому что он сделал ребенка своей домоправительницей и вообще свою семью не содержал и еще неизвестно где он болтался, что называется у него четверо из семерых детей умерло. То есть он вообще был таким же папашей, как и балерина примерно. И понимаете, какая вещь, что он, что Энгельс были аморальными людьми, потому что у Энгельса тоже была еще та семья, он прожил с женщиной, которая хотела за него выйти замуж много лет и женился на ней за три дня от ее смерти, когда она уже лежала на смертном адре, сделала одолжение в конце концов. Понимаете, то есть два вообще просто две модели морали просто Марс Энгельс в своей личной жизни, хотя когда им про это начинаешь говорить, то все начинают говорить, нет, он не имеет никакого отношения к тому, что они писали, но тем не менее они вот эту заповедь Юшелл от Камита Далтери не при любодействии, они ее не просто растоптали, они выставили абсолютно, так сказать, экстремально противоположную заповедь, и это заповедь отмена семьи и обобществлении женщин, потому что вот им, видите, не нравился буржуазный брак, потому что в нем там деньги были замешаны, наследственность была замешана, дети как-то там на них рассчитывали в старости родители, и они считали, что это эксплуатация детей, вот, и они решили, что уничтожить этот буржуазный брак, как все буржуазное, буржуазную собственность, уничтожить буржуазный брак, наш мы новый мир построим, построили гигантский международный концлагерь, там, говорящий на разных языках, вот в чем был действительно интернационализм, абсолютный интернационализм, это то, что любая страна, где было принято это марксистское учение, любая страна, где эта страшная ересь была принята, превращалась в гигантский концлагерь, умноженный на дикость этой страны, чем более дикая страна, тем более дикие пытки, тем более дикие заключения, дикие убийства были в этой стране, тем больше порядочных и нормальных работящих людей оттуда изгоняли, потому что обычно люди не хотят добровольно отдавать свою собственность, если вы построили дом, потратили 20 лет своей жизни, чтобы его выплатить, или просто сэкономить деньги, заработать, чтобы его построить, и кто-то к вам придет его отбирать, потому что у пьяной соседки, которая спит со всеми подряд, у нее пятеро детей непонятно от кого, ей негде жить, как вы будете отдавать этот дом? Не будете, вы будете его защищать с оружием в руках, а к вам придут с оружием в руках, значит начинается война, вас либо убьют, либо изгонят, понимаете, и так по поводу чего угодно, потому что в любой стране обычных, где начиналась вот эта кровавая марксистская ересь, где этот документ практически был принят как 10 заповедей вместо религиозных 10 заповедей данных на горе Синай, везде, где начиналась эта ересь, везде происходило одно и то же, везде изгонялась треть в лучшем, убивалась и изгонялась лучшая треть населения, Россия не явилась исключением, она была примером практически, вот, и поэтому, конечно, катастрофа полная была по всему миру, но что интересно, что вот сам Маркс, он уже, так сказать, вся эта революционная деятельность началась в России, оказывается, Вера Засулич переводила Маркса на русский язык, я об этом не знала, так сказать, знаменитый убийца, вот, и интересно, что везде, где начиналась эта марксистская ересь, везде происходило одно и то же, но Маркс, он фактически знал о том, что происходит в России, у него возник вопрос, дело в том, что в тот момент в России 50% земельной собственности принадлежало общинам, это было общинное владение, и вот тут он остановился, потому что он не знал, как к этому подойти, то ли отнимать у этих крестьян землю, которые в общинном уже владении, вот, и он сказал, что может быть это первая стадия коммунизма, что именно потому, что в России была уже община тогда, после того, что было уничтожено крепостное право, что может быть вот эта община является прямо, скажем, уже ступенью коммунистического общества, вот это Маркс и немножко остановило, но во всяком случае он очень интересен в том, что он пишет, у него там очень интересные идеи, если, вы знаете, вот не понимать, что это практически вот люди, которые не ощущают 10 заповедей как вот страх перед Богом, если не боятся Бога люди и не боятся принять участие будем так говорить, вот в нарушении этих заповедей не желай дома у ближнего твоего ни жены его, а об обществлении женщин, это и есть желание чужой жены, вот, ни раба его, ни рабыни, ни вола, ни осла, ничего, что у ближнего твоего не желай, это запрет, это запрет, абсолютно запрет, сказать, библейский запрет, если люди уже отошли от этого запрета и перестали его бояться, то опять же, как говорится, те, кто меня не слушается, не только они будут наказаны, как Тора говорит, но наказаны будут их предки аж до четвертого поколения, и вот у меня такое подозрение, что мы сегодня расклюбываем то, что натворили не только наши дедушки и бабушки, скажем, а даже прадедушки и прабабушки аж сто лет тому назад или даже раньше. Возвращаясь вот к этому вопросу, я как раз очень часто сталкиваюсь с неевреями, американскими, которые задают мне, они не антисемиты, они очень хорошо относятся к евреям или спокойно, но они задают один и тот же вопрос, задают один и тот же вопрос, почему евреи такие левые, почему они такие либеральные, почему они поддерживают Байдена, Сэндерса, такие вот как Сэндерс, сумасшедшие, абсолютно коммунист, антисемит, антиизраильские и так далее. И вот вы знаете, я вам хочу сказать, что для этого надо вернуться опять же к американским евреям, к их истории. Для меня это всегда была загадкой, я много думала над этим, изучала этот вопрос. И проблема в том, что иногда какие-то встречи, уроки какие-то открывают тебе истину, в частности, например, для нас история вот этих четырех изенбергов, коммунистов еврейских, которые продали, не продали, а бесплатно отдали Советскому Союзу секреты атомной бомбы, эта история как-то мало понятна. А вообще для американских евреев, для многих, вы знаете, Америка ведь тоже тогда разделилась, потому что многие считали, что все евреи коммунисты, потому что очень много было евреев, коммунистов, таких как эти Розенберги, а с другой стороны ведь и прокурором на процессе этих Розенбергов, который посадил их на электрический стул, был всего лишь Роб Коин, который был, это был юрист отца Трампа, и который воспитывал Трампа. Сегодня это мало кто помнит, но вот этот антикоммунизм Трампа, его реальное понимание, что такое коммунизм, пришло к нему от этого человека, вот этого еврея, еврея-прокурора, который посадил на электрический стул чаду Розенбергов, коммунистов, продавших атомную бомбу Советскому Союзу. Вы представляете, какое вы в рейсе разделение? По сегодняшний день я была на лекции Роберта Мерпола, это был, это сын этих Розенбергов, он сменил фамилию, он сменил фамилию, и он до сих пор ездит по всей Америке, правда, сейчас уже, сначала он доказывал, что его родители были не виноваты, потом, когда Венона Проджект был открыт, и даже генерал Судоплатов, который руководил этими Розенбергами на смертном Андре, я написал, что они были шпионами, и он сам имя руководил, КГБшний генерал, то все равно этот Роберт Мерпол сказал, что вот я с ним разговаривала, сын этих Розенбергов, когда ему напомнили, что они таки да, были виноваты, но, значит, все равно они боролись за правое дело. Понимаете, я уже не говорю про то, что дети этого Роберта, то есть внуки этих Розенбергов, они юристами работают для мидл East Alliance, это пропалестинская организация, то есть вы понимаете, как интересно, что коммунисты абсолютно неотвратимо приходят в результате к ненависти к Израилю и к попыткам его уничтожить, как Сэндерс, вот этот Берни приходит, вот они приходят обязательно к попыткам уничтожения Израиля, вот это просто дорога неотвратимая, и вы знаете, что интересно, что возвращаешь опять же, почему все так вот столько евреев в сторону левого пошло в сторону коммунизма, но опять же вспоминаем, что когда началась революция, очень же много евреев уехало в начале века, они были носителями уже этой идеи социализма, коммунизма, очень сильно были заражены, особенно те, кто из Польши уехали, там это невероятно, эта идея же с запада пришла в Россию, коммунизм, а Польша ближе к западу, поэтому Польша была еще больше, в Польше было невероятное перенаселение, евреи были страшно угнетены, для них это был какой-то выход, какой-то светоч, они безумно поверили в эту ересь, в эту идею, и когда они эмигрировали в Америку, они так и остались с этой идеей, то есть они не вернулись там в иудаизм, в его запреты тяжелые, в необходимость исполнять это, исполнять то, и не позволять себе это, и не позволять себе то, особенно с пролебудеянием было тяжело, и конечно они приехали уже полностью зараженные коммунизмом, социализмом, вспомнить эту анархистскую Эму Голден портреты, которая повешена сегодня в еврейских центрах, к сожалению, почему-то именно ее портреты там висят, они портреты гораздо более достойных евреев, мой поинт из, что вы не поверите, но в Нью-Йорке были детские пионерские коммунистические лагеря в 20-х и 30-х годах, и вспомнить эти страшные корабли, которые поехали в начале 30-х годов в Советский Союз строить социализм, там тоже были евреи, они все там погибли, там женщины, только многие выжили в Казахстане, в Сибири, понимаете, поэтому это, конечно, все очень тяжелый момент, но самое главное, что они видели в христианском мире, в мире вот этого эстеблишмента евангелического и так далее, они видели своих врагов, они видели христианский антисемитизм, которого они боялись еще с России, и боялись справедливо, потому что как погромщик приходил с крестом, и как сказал сегодняшний, вот вы знаете, есть такая мерзейшая организация еврейская, Jewish Voice for Peace, ее директор сегодня еще сказал, ну вот мой дедушка, он прятался в подвале, потому что погромщик приходил с крестом, вы понимаете, вот это вот, с одной стороны, страх христианства, хотя здесь протестантское христианство совсем другое, и к евреям относятся совершенно иначе, но вот это сочетание страха христианства с страхом эстеблишмента, и вот плюс коммунистическая идея, вот это все двигало евреями в сторону вот этого либерализма, равенства, плюс не забывайте, что евреи были угнетены в Европе очень сильно, и в царской России, и Польшу, включая все эти царские империи, бывшие, так сказать, страны, и для них равенство, это был, так сказать, просто идол, это было золотое, так сказать, будущее, о котором они мечтали, вот, а когда, в общем-то, они даже не поняли, что они давно уже этого равенства добились, но они все равно, как слепые ослы, продолжают идти путем этой ереси страшной, пытаясь, так сказать, добиться этого равенства, хотя они давно уже его добились, понимаете, то есть, это, конечно, очень все тяжелая история, о ней можно очень долго говорить, но на сегодняшний день, к сожалению, посмотрите, что произошло сегодня, когда началась война в Израиле опять, в поддержку Израиля вышли русские евреи, в поддержку Израиля вышли религиозные, вот, хаббат, там, хасиды, а синагоги реформистские, вот эти, никто никуда не вышел, они зато ходили на демонстрации в пользу БЛМ, понимаете, потому что они марксисты, они абсолютно, так сказать, для них, у них в этих синагогах Всевышнего нет, они там проповедуют гомосексуализм, все что угодно, кроме десяти заповедей, и вот опять же мы возвращаемся к нашим десяти заповедям, господа, вот видите, что надо все-таки помнить, откуда мы идем, что десять заповедей это основа цивилизации, а коммунистический манифест, марксизм, это разрушение цивилизации, это поднятие быдла к власти, который кроме разрушения и крови ничего не знает. Татьяна, давайте попробуем принять звонок, прежде чем уйдем на рекламную паузу. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Скажите, пожалуйста, сколько было людей, в смысле американцев, которые участвовали в том, что передали все секреты об атомной бомбе? Пременно не назвать? Я просто знаю, могу вам сказать, что был брат этой самой Этель Розенберг Гринглас, который сидел здесь, в Сан-Франциско, в тюрьме Сан-Квентин, он, собственно говоря, спас свою жизнь тем, что он на них донес и рассказал о том, что они делали. Вот эти три человека уже точно. И там было замешано еще где-то несколько человек, но точно, сколько я не знаю. Давайте мы все-таки сделаем перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу Татьяна Минакер «Экскурсия в новую реальность». Телефон в студии 847-400-5200 на тот случай, если у вас будут вопросы или комментарии. Если позволите, буквально пару минут о том мероприятии, которое проходило у нас в воскресенье. Вы знаете, что не только по всей стране, в ряде городов нашей страны, но и во многих странах прошли ралли в поддержку Израиля в разных странах, в разных городах. И в воскресенье в Баффало-Гроф, это вот деревня, в которой мы живем, прошло такое ралли и присутствовали достаточно, на мой взгляд, людей для маленькой такой деревни, хотя массовые ралли проходили в Чикаго, в центре Чикаго в поддержку Палестины, там принимали участие наверняка и еврейские организации Шалом Ахшаф и Мир Сегодня и так далее. И мне задавали, да, кстати, я хочу поблагодарить людей, которые организовали это мероприятие, получили разрешение на проведение этого мероприятия, это Элис Фельдман, это Флора Тап, это Марта Гаврила, спасибо огромное, и спасибо всем, кто откликнулся и пришел на это мероприятие. И мне задавали вопрос, у нас ведь существует огромное количество всевозможных еврейских организаций, или так называемых еврейских, и если, говорит, палестинцы смогли организовать такие массовые мероприятия, почему ни одна из еврейских организаций не смогла организовать нечто подобное? То есть, в лучшем случае, какой-то стейтмент выпускали, и там вся, так сказать, деятельность этой организации заключалась в том, что они мониторили ситуацию в Израиле. Вот такая печаль. И не удивлюсь, что некоторые и члены русскоязычной общины приняли участие в манифестации в поддержку Палестины, ну, и с числа тех, кто голосовал за Азиц председателя Байдена. Такое случается, к сожалению. И подтверждением тому служит, вот, кстати, в Израиле, не в Газе, а в израильские арабы объявили, по-моему, сегодня забастовку всеобщую. Кто бы, где бы не работал, в каких бы компаниях в израильских они не работали, они решили провести забастовку. И вот израильская компания, которая называется Cellcom, это компания, которая обеспечивает связь, ну, мобильную связь, она тоже объявила о том, что они объявляют забастовку, вот, в связи с арабо-израильским конфликтом. То есть, по сути дела, они выступили на стороне палестинских арабов и включились в эту забастовку, хотя компания израильская и в значительной степени обеспечивает связью поселения. лидеры поселенцев заявили о том, что они откажутся, скорее всего, от услуг этой компании и уже тысячами люди покидают эту компанию. Собственно, на мой взгляд, это правильно. Это то же самое, как некоторые компании у нас здесь пытались бойкотировать, не бойкотировать, объявили войну законодателям Джорджи в связи с тем, что они приняли закон, который бы обеспечивал более справедливые и честные выборы. Вы помните, это и Кока-Кола, и авиационная компания, авиакомпания, то есть вот примерно такие вещи происходят. Сергей, я этому совершенно не удивляюсь. Я удивилась 20 лет назад почти, когда я училась в университете, когда я с ужасом поняла, что вся антиизраильская деятельность на кампусе университета практически организуется, вдохновляется левыми евреями-коммунистами. Вот это для меня было потрясение, понимаете, тогда я еще этому удивлялась. То есть первый раз я с этим столкнулась уже в 89-м году, когда я первый раз пошла учиться в университет, там был те, кто занимаются этим конфликтом, моего истории, такой Джоэл Бейнин, американский еврей, который, собственно говоря, первые вот эти антиизраильские кампании начал на кампусе сначала Сан-Франциско State University, потом он пошел работать в Стэнфордский университет, он там возглавлял департамент Ближнего Востока, он всю свою силу тратил на уничтожение делитимизацию Израиля, он тратил всю свою силу на то, чтобы оклеветать и уничтожить Израиль, потом сбежал в Египет, этот человек, он был евреем, дальше вот в Сан-Франциско State была такая Дебора Герсон профессор, которая возглавляла вот эту всю, она там делала такие антиизраильские вечера там на 300 человек представления, и когда я к ней подошла и сказала, ты что думаешь от того, что здесь вытворяешь, начнут убивать евреев, тебя не тронут, точно так же убьют, только на два часа позже, она пошла в деканат и сказала, что я угрожала ее жизнью, меня столист университета исключать из-за этого, то есть понимаете, вы себе представить не можете вообще степень вообще повернутости мозгов американских левых евреев, даже представить не можете, и самое главное, что их вот с этим коммунистическим манифестом, там же еще атеизм идет, потому что религия это опиум для народа, а Израиль для них это религиозный символ, который они ненавидят, понимаете, они ненавидят как 10 заповедей, так они ненавидят Израиль, я уже говорила, что евреи определяются тремя вещами, это любовь к Торе, любовь к Израилю, любовь к еврейскому народу, у них нет ни того, ни другого, ни третьего, потому что они любят всех, так сказать, что называется без признаков религии и национальности, Тору они ненавидят, потому что они ненавидят религию Израиля, они ненавидят как религиозный символ, а то, что они его как страну ненавидят, они там никогда и не были, это раз, а во-вторых, у них там никого нет, родственников, не друзей, как у нас у всех есть, поскольку эмиграция-то вся половина уже поехала в Израиль из Советского Союза, наши соседи, друзья и родственники там, мы с ними разговариваем каждую неделю, когда я звоню своей подруге, в каком я после состоянии после этого разговора, так что я хочу только сказать, что самое ужасное это когда раскол внутри, внутри раскол у евреев это, к сожалению, катастрофа, и второй храм был разрушен из-за греха беспричинной вражды, вот из-за этого раскола, когда евреи просто убивали друг друга, в тот момент, когда они были окружены римлянными внешними врагами, вот это катастрофа, понимаете, когда американские евреи, я написала статью, американским евреям, о том, что фактически они помогали нам уехать из Советского Союза, в то время, как они изо всех сил строили Советский Союз здесь, на территории Америки, и, надо сказать, очень изрядно в этом преуспели, потому что сегодня мы имеем здесь полную цензуру, мы имеем здесь то, что люди друг на друга доносят, то, что родители боятся говорить в присутствии детей, как в Советском Союзе, что дети могут стать невольными, а то и так сказать, нарочитыми пабликами Морозовыми, вот, а самое главное, что здесь возникла цензура, меня уже там с Фейсбука выбрасывают, не знаю, четвертый раз каждый раз по месяцу, в этот раз я только три дня ухитрилась просуществовать на Фейсбуке, меня опять выбросили. Да, я, кстати, написал об этом, сделал пост, что вас заблокировали, я, кстати, сказать, Фейсбук удалил произраильскую группу, которая насчитывала 77 миллионов, он заблокировал эту группу, он просто удалил ее страницу, вот что делает Цукерберг, вот так. Ну, я думаю, что он это делает, может быть, его жена китаянка, она является шпионкой коммунистической партии, может, ему и подсунули ее специально, как в свое время Советский Союз подсовывал женщин очень таким значительным западным представителем, вот в частности это случилось с Волтером Дюранти, знаменитым, который возглавлял бюро Нью-Йорк Таймс в Нью-Йорке, его же женили на русской женщине, подсунули ему красивую русскую женщину, которая явно шпионила и, так сказать, обрабатывала ему мозги. Я думаю, что эта самая прессила, которая жила замужем за Цукербергом, тоже, наверное, бегает где-нибудь тайком, встречается с представителем коммунистической партии Китая, который ее инструктирует, как себя вести и что делать с Цукербергом. Мне постели, в постели тоже. Понимаете, так что... Вполне. Меня ничем не удивишь. Вы знаете, я только что недавно прочитала очень интересное вспоминание человека из Черновиц, которого депортировали в Сибирь, где он прожил 50 лет, после чего эмигрировал в Германию. И он написал вспоминания о большевиках, о своем пребывании в этой ссылке. И вы знаете, он в конце написал, что западные люди занимаются изучением коммунизма. Они занимаются изучением архивов, кто стал председателем партии, кто чего, голосовал за кого. И он написал, ничего не надо изучать, запомните только две, так сказать, вещи. Коммунисты всегда лгут, и от них можно, они способны на любую самую непредставимую подлость. Вот с этим человеком я абсолютно согласна. И, кстати, это относится к еврейским коммунистам тоже, абсолютно. Посмотрите на нашего Берни Сэндерса, так сказать, это вообще страшная фигура абсолютно. Польский коммунист 1905 года варшавский. Понимаете? И 1905 год, он так и остался с этими лозунгами. Понимаете? И он не понимает, что палестинская нация создана в КГБ в 1964 году, о чем недавно Веллер в своем прекрасном видео на Ютьюбе «Последняя иудейская война» напомнил. А я с этими палестинцами работала в Ленинграде в 1974 году. Это были колоссальные тренировочные лагеря в Казахстане, они приезжали, их привозили в Ленинград на экскурсию. И они уже говорили по-русски, поэтому я могла выяснить, что они себя представляют. Весь терроризм на Ближнем Востоке был инспирирован Советским Союзом, потому что Израиль, это был практически для них представитель Америки и капитализма в тот момент. С Израилем даже дипломатических отношений уже не было после войны 1967 года. Поэтому вся эта палестинская нация была полностью созданием КГБ. Об этом румынский КГБшник написал главный, причеп, он книгу написал о том, как у Ясера Арафата создавали и у него там тренировали. То есть, вы понимаете, сегодня, и самое главное, что весь этот нератив, созданный на Старой площади в Москве, в этом центре Министерства пропаганды, отделе пропаганды ЦК КПСС, что весь этот нератив практически сегодня сожрал весь американский еврейский коммунизм. Они говорят на языке Старой площади, вот что страшно. Это мало кто понимает, это мы понимаем, американцы этого не понимают. Даже те добрые, умные, хорошие люди, которые помогали нам уехать из Советского Союза, вот эти левые евреи, там среди них было много левых, они сегодня занимаются построением Советского Союза, из которого они помогли нам уехать. Вы понимаете, вот что ужасно. Вот с этим пока что очень трудно бороться, потому что у нас у всех в семьях аналогичная ситуация. Почти половина моих знакомых дочери повыходили замуж за американских евреев. И в общем-то у них у всех в семьях такая ситуация, потому что вы не можете прийти в дом и сказать то, что вы думаете, потому что тут же встанет ваш зять и скажет вам, что вы там расист, сломофоб и гомофоб. Понимаете, и хорошо, если потом пустят на внуков посмотреть. Это катастрофа полная, понимаете, причем катастрофа это раскол еврейства. С одной стороны, вот эти коммунисты, которые вот эту, как говорится, даже сами того не зная, идут по вот этой марксистской, так сказать, мерзкой, совершенно страшной юридической бумаге, которая уничтожила 200 миллионов человек в мире, как минимум. А с другой стороны, евреи, которые все-таки помнят еще 10 заповедей. Единственное, что меня утешает, что вот эти, которые вот идут по марксизму, они не размножаются, потому что оболишен отмена семьи приводит к тому, что дети не появляются. А хотя бы евреи, которые, так сказать, идут по 10 заповедям, они хотя бы имеют детей. Татьяна, времени остается очень мало. Эта тема бесконечная, и мы не раз, очевидно, будем возвращаться, потому что они дают повод для того, чтобы мы об этом говорили. Давайте лучше поговорим в оставшиеся несколько минут о путешествиях, о том, что можно приехать в Калифорнию, несмотря на то, что Калифорния идет впереди планеты всей в прогрессивном направлении. В прогрессивном я беру в кавычки, потому что они называют себя прогрессивными, но какой же это прогресс, когда мы возвращаемся в темную эпоху, там, конца 19-го, начала 20-го века, следуя учению бородатого Маркса и Энгельса, ну, и их последователей. Так вот, есть ли, существует ли возможность приехать в Калифорнию, посетить Калифорнию, чтобы увидеть какую-то красивую сторону этого штата? Нечто прекрасное. Вы знаете, вот я сейчас сижу и передо мной Тихий океан, у меня окно выходит на Тихий океан, у меня письменный стол стоит у окна. Вы знаете, это так красиво, вы себе представить не можете. Вот вы знаете, я когда еду, подъезжаю к дому и вижу этот океан, у меня просто восхищение вот этим Божьим творением. И вы знаете, те, кто сейчас поедут, они будут просто приняты как VIP, потому что туризма не было очень долгое время, сейчас, слава богу, сняли ограничения, сейчас можно даже без маски ходить на улице, даже в некоторые рестораны, в общем, то есть, уже как-то все это сумасшествие сходит на нет постепенно. И вы знаете, те, кто осмелится первыми ехать, их будут принимать на ура. Во-первых, гостиницы будут намного дешевле, во-вторых, экскурсоводы, я в их числе, будут прыгать вокруг них просто в восторге от того, что они приехали. И приезжайте, посмотрите Сан-Франциско, я покажу еврейский Сан-Франциско, потому что я делаю специальную экскурсию. Вот вам, например, неизвестно, что мост Голден Гейт Бридж, самый знаменитый мост в мире, был построен двумя евреями. Один из них Джозеф Страус, а второй Леон Моисеев. И, так сказать, для тех, кто, знаете, у меня даже статья есть такая, которая называется «Браво Ленский», что сидит человек в театре, и Онегин — это еврей, а этот еврей — нет, а Ленский — еврей-еврей, отстань. Так вот, «Браво Ленский» я очень много вам могу показать в Сан-Франциско. Вообще, город практически был построен евреями. Это очень интересная тема для тех, у кого это вызывает интерес, чувство гордости. Я могу показать вам китайский Сан-Франциско, тоже очень интересно, потому что это центр китайской эмиграции уже столетний, даже более чем столетний. Я могу вам показать русский Сан-Франциско, который центр шанхайской эмиграции, карбинской, знаменитой церкви, где находится мощь Иоанна Шанхайского, куда съезжаются православные паломники на трехдневные праздники в его честь, которые считаются целителем. Я покажу вам очень много интересного, и в общем-то я и говорю вроде хорошо, я известный экскурсовод и всю жизнь зарабатывала этим себе на жизнь и неплохо зарабатывала. Так что я приглашаю вас на экскурсии, вы можете позвонить 415-566-6308, 415-566-6308, или написать мне email travelart at hotmail.com travelart название моей компании, кстати, travelart.center вы можете посмотреть веб-сайт, где описываются мои экскурсии, и я с удовольствием вам покажу, тем более, что я соскучилась без работы за этот ковид ужасный, и с удовольствием проведу для вас любую экскурсию из тех, которые я делаю, и даже таких, которые я не очень делаю, так что приезжайте на экскурсии, можете написать также email travelart, вот у меня название моей компании travelart, это одно слово, travelart, одним словом, travelart.center мой веб-сайт, и travelart название моей компании, так что я вас жду, приезжайте, я надеюсь, что вы получите огромное удовольствие от невероятной красоты Калифорнии, ее даже либералы не смогли испортить. Будем надеяться, что она сохранится, кстати, процесс отзыва губернатора набирает обороты, или как там, что происходит? Вы знаете, я очень пессимистична по этому поводу, потому что, как говорил Сталин, дело не в том, кто голосует, а в том, кто считает голоса, как вы помните, он потом всех членов счетной комиссии расстрелял, которые не могли досчитаться достаточно для него голосов после 17-го съезда, вот, так я хочу вам сказать, что я не верю в то, что даже если будет, не знаю, пол штата проголосует за его рекол, что эти ящики с голосами не будут где-нибудь утоплены в заливе, как это один раз уже было, вот, поэтому, как говорится, ну, вы помните историю голосования по поводу гомосексуальных прав. Восьмая поправка, что-то такое было, по-моему, пункт 8. сейчас секундочку, во всяком случае, Калифорния проголосовала против, всякакая Калифорния, но все равно они ввели гомосексуальные браки, они находят способ, вот, как сказал этот человек, который в Сибири просидел 50 лет, он сказал, что они способны на любую подлость, и поэтому садиться, рассчитывать, что они будут играть честно, абсолютно бессмысленно, вы можете собирать 3 миллиона голосов, еще не поможет. Спасибо огромное, Татьяна, и до встречи в следующий раз. Счастливо. С оптимизмом. Да. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok